Ну что ж, всем привет, с вами Де Пикачи, и сегодня мы продолжим играть за русский рейх в моде The New Order. Бесконечная война. Гутрум Вагнер возбужденно разхаживал перед большой настенной картой, из-за которой были нанесены его недавние завоевания. Его генералы, сидящие за ним, нетерпеливо ждали слов своего фюрера, с легким намеком на возможную расправку, расправу, как он это обычно делал, да. Когда я шел на Башкир, меня называли сумасшедшим. Когда я воевал с большевистскими сволочами, меня называли дураком. Когда я посылал своих братьев покорять за Уралием, мне говорили, что это невозможно. И вот, что мы имеем теперь. Нам нельзя ошибаться, братья мои, рейх крепнет с каждым днем. «А кто вам такой говорил, Майнфюрер?» Голос, раздавшийся с стороны сидящих военных, остановил речь Вагнера. «Кто это сказал сейчас? Кто это был? Ах, это ты, Шнайдер!» Все генералы, обвиняющие, посмотрели на генерала Шнайдера. «Я, мать твою, почему-то так и знал. Вечно вы со своими идиотскими вопросами. Евреи вот кто, сионисты, они все надо мной смеются, как будто я для них шутка. Кто-то из вас считает меня смешным, а?» Молчание продолжилось. Все думали, что это очередной хитрый вопрос фюрера. «Ответьте, черт возьми!» «Черт побери!» «Никак нет, Майнфюрер!» В унисон прокричали генералы. Молодой фюрер вернулся к карте. Вот и хорошо, потому что, уверяю вас, это не смешно. Скоро мой рай будет простираться от Волги до Тихого океана. И когда этот день настанет, все несправедливости и издевательства, которые подвергались нашей расе, будут отомщены. Тучи сгущаются над Россией. Кстати, его называют «Молодым фюрером», потому что главный герой, ну, Гютером Вагнер, родился в 1938 году, то есть ему 31 год. Так что довольно-таки молодой. То есть, вот, кажется, в России можно избираться в президент только когда тебе 35 лет исполняется. Так что довольно-таки молодой. Именно по меркам политики. В это время, 16 августа, мы объявили войну Казахстану. Ну что ж, наши танки быстро, с помощью тактики Блицкрига, смогут захватить Казахстан. В этом я уверен. В итоге, 2 сентября мы скрушили Казахстан. Ура! Поиск идеального человека. Александр чувствовал, как по его голове струится подпад. Вот, его заставили встать в ряду сотни других мужчин перед специальным комитетом чиновников Братства. Однажды вечером, головорезы похитили Александра с улицы на пути домой, и он решил, что его увезут на рабовладические рудники. Однако, на самом деле, он был выбран, чтобы стать членом вооруженных сил Братства, и его светлые волосы, голубые глаза, вероятнее всего, заинтересовали их. Теперь его собирались тщательно проверить на прибеты расовой чистоты, из-за чего Александр очень нервничал. Несмотря на внешность, он был генетически наполовину Казах. Люди из комитета подошли к человеку, стоявшему около Александра, и принялись внимательно, с врачебным мастерством разглядывать его лицо. «Ммм, да. Красивые глаза, чистый цвет лица», — пробормотал чиновник, проводя рукой по поворотку мужчины. «Минуточку!» — Александр заглянул на чиновника, который достал несколько фотографий, которые ему не удавалось разглядеть. А нос-то явно семитского фенотипа. «Охрана!» — по сигналу появились солдаты и увлокли несчастного его испуганной. Крикки отдавались эхом, пока его тащили подальше от глаз. Когда чиновники подошли к Александру, вдали раздался выстрел. Его глаза были широко раскрыты, он боролся всем своим телом, чтобы не дрожать. «Вот! Совсем другое дело! Хорошочерченный нос! Линия подбородка! Без сомнения! Настоящий орец!» Офицер спиной чиновника что-то записал в блокноте, и группа подошла к следующему. Александр пока будет жить, но почему-то утешения он не чувствовал. Овца среди волков. Угроза миру. Гутрум Вагнер торжествующе вышел на балкон, возвышаясь над тысячами своих братьев, пришедших посмотреть. Толпа, состоящая исключительно из членов братства, разразилась яростным скандированием, когда увидела своего фюрера. Вагнер сегодня должен выступить с речью предостарежением для всего мира, и его не волновало будет он слушать или нет. Братья, сегодня я пришел к вам не только для того, чтобы отметить нашу славную победу на востоке, но и для того, чтобы прямо заявить миру о наших намерениях. Наши легионы одержали полную победу над ордами унтерменшей востока, и границы нашего могучего райха продолжают расширяться. Все низкие свиньи, под чью дудку пляшет международное сообщество, сделали все, что могли, чтобы замедлить наш неудержимый прогресс. Но у них ничего не получилось. Евреи наблюдают за нашими достижениями, впервые за почти 30 лет испытывают настоящий страх. Они знают, что их власть над миром слаба, и все, что нужно, чтобы ее окончательно уничтожить, объявления орицами всего мира своей судьбы, как истинных правителями земли. И обращаясь к нации и мунтерменшим всего мира. Как только наш рейх протянется от Великой реки на западе до Великого океана на востоке, мы обратим свой взор на ваше государство. Великий крестовый поход против жидоволишвизма, начатый Адольфом Гитлером, будет продолжен под моим руководством. Пусть наши немецкие братья спокойно отдыхают, ибо теперь мой черед вести их в Великое Бремя. Топа снова начала скандировать, и Вагнер радостно грелся в лучах славы. Хайль Виктория. Слово Брасова. Министерство иностранных дел уважаемого Великогерманского рейха. Здравствуйте, мои арийские братья. Пришел я к вам с поистине приятными новостями. Как вам, вне сомнений, известное наше братство стремится завершить крестовый поход против жидоволишвизма, начатый еще очень давно покойным Адольфом Гитлером. Я рад сообщить, что наша священная миссия близка к завершению. Пока я пишу вам, солдаты Рейха усиливают свою железную хватку на западных окраинах Сибири, подчиняя интерменши обосновавшихся в этой зловонной пустоши. Мой вермахт добился сокрушительной победы на Востоке, в то время как масонско-сианинские кукловоды считали это невозможным. Будьте уверены почитать на Лавнарх, я не собираюсь. И планы по окончательному завиванию России уже готовятся. Славная будущая рейха расы уже маячит на горизонте. Скоро могучая империя, правляемая только чистой кровью, протянется от побережья до побережья. И все интерменши мира будут трепетать перед ее величием. Я ошибался, думая, что вы можете считать нас равными, когда несколько лет назад мы были еще слабы, но теперь все изменилось. Финальная победа близка. И именно в этот замечательный момент, знаменательный момент, я вновь протягиваю вам дружескую руку. Что скажете, братья? Будем ли мы дружить на благо нашей расы? С уважением, Гутрум Вагнер, фюрером Великого Арийского Райха. Это еще что за чушь? Громкая тишина. Шварц глубоко вздохнул и вошел в кабинет фюрера. Гутрум Вагнер вызывал его только в особенных случаях. Его сердце ушло в пятки, когда он встретился взглядом с Вагнером, сидящим за столом, сложа руки. Присаживайтесь. Министр на основном дел немедленно приземлился в кресло напротив. Я написал тщательно составленное и продуманное письмо нашим братьям на Западе и приказал вам его доставить. Вы это сделали? Конечно, мой фюрер. Я лично позаботился о том, чтобы оно было отправлено на честное арийское слово. Ну, тогда это довольно странно, вам так не кажется? Потому что, если вы помните, я отдал этот приказ месяц назад, а ответа из Германии до сих пор не получил. Так что, либо мои непогрешимые немецкие братья игнориют меня, а либо мой некомпетентный министр на основном дел в очередной раз провалил невероятно простую задачу, которую я бы, черт возьми, дал! Вагнер сожжался на крик и швырнул в министра с Теплером. Тот кротко поднял руки в защиту, отбив его. Мне может убить тебя, гребаный ты идиот! Мои мечты в сиарийском единстве рухнут из-за того, что какой-то инвалид не умеет отправлять письма! Шварц еле сдерживал слезы, как вдруг поведение Вагнера резко изменилось. Или, возможно, наши усилия вновь саботировали сианисты. Ну, разумеется, они делают все, чтобы подпортить нам жизнь! Министр облегченно вздохнул. В один прекрасный день, подумал он. Живым я отсюда не выйду. Он от иудейской угрозы, никто не застрахован. Будущее в цепях. Юрий ощущал себя сардиной. Он стоял здесь в толпе, состоящей из тысяч закованных в цепи людей. Ему едва хватало воздуха. Колючая проволока держала заключенных в заперти и тесноте, как цыплят, вынуждая ждать часами, пока наверху решат их судьбу. Рупор издал пронзительный вопль, из него послышавшийся группой голос. «Все рабы, пожалуйста, обратите внимание на башню слева от вас!» Юрий неходно выполнил просьбу голоса и увидел крупного мужчину, стоящего на башне, который выглядел вполне довольным собой. Вскоре на него обратили свои взгляды тысячи глаз. Он откашивался и взял микрофон. «Приветствую, я Дитрих Майер, но вы можете звать меня хозяин. Радуйтесь, ибо вам сегодня повезло. Видите ли, вы принадлежите к расе, которая имеет долгую гордую традицию подчинения лучшим. Мир, возможно, за тысячелетия об этом забыл, но мы... но не мы. «Отправляйтесь на работу с уверенностью, ведь ваша жертва станет кирпичиком в фундаменте величайшей цивилизации, которую когда-либо видел мир». По сути, этот человек приговорил Юрия к смерти, вынудив работать на режим, на который он плевать хотел. Он услышал пронзительный скрежет металла, когда ворота рабочего лагеря наконец открылись. Юрий в отчаянии закрыл глаза. Жалкое существование. Ну что ж, в итоге 18 апреля мы начали наше наступление на Сибирскую республику. Вперед! Нам надо сокрушить эту смешную республику, чтобы объединить Россию. В итоге 25 июня мы сокрушили Сибирскую республику. Ну что ж, в принципе, я пользовался одной тактикой. Я просто с помощью моих быстрых танков окружал противника. Окружал противника, большую часть его окружил. Ну еще у меня был миллион солдат на поле боя, в то время как у врага было где-то 400 тысяч. В принципе, вот так окружениями я смел просто уничтожить всю его армию. Ну ладно, не всю, но большую часть. Ну а танки просто захватывали города, которые были просто без прикрытия. Вот такая вот легкая тактика. Ну что ж, воссоединение Родины. Восход Рейкха. Многолетняя битва за Розию закончилась, хотя и трагично, и очень иронично. Арийская браса – экстремистская организация. Тревожно похожая на Третья Рейк, первоначально располагающаяся в Перми, ныне контролирующуюся страну под железной пятой. Так называемый фьюерер, некий Гутрум Вагнер, заявил о своем намерении создать государство и сильных арийцев в соответствии с настоящими принципами национально-социализма. Германия со своей стороны пока отказывается как-либо реагировать на это событие, но международные наблюдатели могут только представить, как нацистская элита озадачена от желания самого низшего народа людей стать на ровне с государствующей расой немцев. Эйн фулк, эйн рейк, эйн фьюерер. Воссоединение России. Возможно, через сто лет появится великий человек, который даст им шанс на спасение. Он возьмет меня за образец, воспользуется моими идеями, пойдет по намеченному мной пути. Адольф Гитлер. Триумф воли. Ну что ж, на этом-то и закончили мы прохождение за русский рейх. Точнее, рейк. С фьюрером Гутером Вагнером. Ну что ж, в принципе, меня очень порадовало то, что Зигфрид Шульц, которого как бы убили, все еще возглавляет одну из моих армий. Ну что ж, надеюсь, это прохождение, ну и видео, конечно же, вам понравилось. Всем пока!